Надо думать головой, когда инвалидов рожая жильцы московского дома выломали пандус, установленный для ребенка с ДЦП. 24 января 2019 года, 18.31 Святослав Петров СКР начал доследственную проверку после того, как в одной из столичных многоэтажек выломали пандус для ребенка-инвалида. Ранее мать мальчика рассказала, что после установки пандуся у нее возник конфликт с соседями, которые открыто выражали недовольство. Ее пост в соцсетях привлек внимание широкой общественности и СМИ. А.Т. удалось пообщаться с женщиной и узнать подробности инцидента. Следственное управление СКРФ по Москве начало доследственную проверку в связи с опубликованной в соцсетях и СМИ информацией о факте нарушения прав ребенка-инвалида. Из информационного сообщения следует, что в одном из жилых домов по улице Авиамоторной в городе Москве, где проживает семья с ребенком-инвалидом, недовольные соседи выломали откидной пандус в подъезде, установленной управляющей компанией специально для ребенка. Также сообщается о бездействии сотрудников правоохранительных органов, к которым родители обратились за помощью, поясняется на сайте ведомства. Следователи проведут мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК. Поводом к реагированию со стороны органов правопорядка послужил пост в Facebook. На странице Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов, МГОРДИ, пользователя Виталия Навадничей-Найте, в котором она описывает ситуацию. Она рассказала, что по ее заявлению были установлены откидной пандус на лестницу к лифту и пандус горка при входе в подъезд. Не прошло и месяца, как добрые жильцы подъезда залили щекол до откидного пандуса, в этот же день прокололи мне шину. Я ездила в дежурную часть и писала заявление, звонила участковому, но ни ответа ни привета. Прошло немного времени, и на меня начали нападать соседи, кто-то озвучивал свое недовольство, на кое я тут пандус установила, кто-то визжал мне в лицо. Но, надо думать головой, когда инвалидов рожаешь. Приятного мало, одним словом. А вот сегодня, я нахожусь с сыном в другой стране на реабилитации, оторвали с корнями пандус. Виталия рассказала, что ее семья совсем недавно переехала в дом на авиамоторной. 30 в Москве, место привлекло соседством с детским садом и со специализированной школой номер 1321 «Ковчег», у которой очень хорошие отзывы от родителей и учеников. Однако на вадничье найти не хватало пандуса в подъезде для их сына-инвалида. Всего у них трое сыновей. Средний, ему сейчас 6 лет, с детства болен до цепы и прикован к коляске. Подъезд в доме находится довольно высоко, и самостоятельно поднимать коляску проблематично, особенно в одиночку. Для монтажа пандуса Виталия Навадничья найти обратилась в местный к бужелищник. По ее словам, конструкцию установили очень быстро, даже раньше, чем пришел ответ по почте. С появлением пандуса в отношении женщины и ее сына-инвалида началась травля со стороны некоторых соседей. Сначала, по словам Виталии, были простые окрики и угрозы, потом дело дошло до порчи имущества, у Виталии прокололи шину автомобиля, а потом кто-то снес в подъезде пандус. Сама Виталия находилась в этот момент за границей вместе с сыном на реабилитационных процедурах и узнала о произошедшем от подруги, которую она попросила последить за младшим ребенком. В Мгарди, куда обратилась Навадничья найти, предложили свою помощь Виталии в комментариях под ее записью, но пока она с ними не связывалась. В организации пояснили, что без формального обращения они могут ничего сказать о ситуации, иначе это будет вторжением в частную жизнь. Также по теме. Без интервью ничего бы не было. Семья на Алтае, воспитывающая сиамских близнецов, получила помощь от властей края. Власти алтайского края оказали помощь семье Ичменевых, которая воспитывает разделенных сиамских близнецов. По словами матери девочек. В Ковчеге ситуацию пока никак не комментируют, отмечая, что с журналистами и полицией общается муж женщины, который с двумя сыновьями остался в Москве. Сама Навадничья найти боится, что ее соседи еще больше обозлятся после появления публикации в СМИ и визита правоохранителей. Она даже запретила старшему сыну одному выходить из дома. По ее словам, травля могла начаться после того, как дочь одного из жильцов споткнулась о пандус и получила ушиб. Сначала все было нормально, но как поставили эти пандусы, началось. Как я писала, сначала гадости начали говорить. Несколько всего таких соседей. Мы на третьем живем, эти повыше, но имен их конкретно и контактов не знаю. Это около трех человек, может, чуть побольше. Сначала мужчина на меня наорал, это он как раз кричал. Надо думать головой, когда инвалидов рожаешь. И на машине, я уверена, нарочно шины спустили. Таких совпадений не бывает, чтобы в один день случайно и с пандусом беда, и с авто, рассказала Навадничья найти. По словам Виталии, она пыталась урегулировать вопрос мирно и без скандалов. Сейчас в подъезде установлен временный скат, отломанный пандус ищут.